Надо записывать вечером, когда солнце в глаза не светит или вот так вот дает. Опа! Всем привет! Меня зовут Катя и вы в моем рукодельном нюйке. Сегодня я записываю тег от Люды Джеджи. Итак, поехали! Как давно вы увлекаетесь вышивкой? Вышивкой я увлекаюсь почти 10 лет. Я начала вышивать в своем первом декретном отпуске. Это был, скажем так, период нового года 2009-2010. Ну, нынче будет 10 лет. Второе. Почему именно вышивка? Я бы даже сделала конкретнее, почему именно вышивка крестом. Я пробовала вышивать лентами, я пробовала вышивать гладью, пробовала вышивать бисером. Из всех перечисленных мною техник мне все-таки было поближе бисер. В принципе, лентами мне понравилось, но я решила, что нет-нет, это не совсем мое. Вот. А гладь мне вообще не поддалась. А вышивку крестом я считаю определенной степенью медитации. И не знаю почему, мне очень нравятся именно крестики, крестики, крестики. Не столько даже Блэкворк и Бэкстич, сколько вот именно крестики. Третий вопрос. Какие ошибки новичка вы делали? Ну, начала я с покупки маленького набора от фирмы РТО, там был тигренок в кружке. И он был действительно маленький такой наборчик. А потом, знаете, меня подхватило, я стала скачивать схемы из интернета. Это типичная ошибка новичка. Покупать нитки, покупать основу. Причем это была такая немножко, я бы ее назвала жидкая основа, потому что она действительно светилась, эта канва, и нитки массовым каким-то образом покупала. А нужно было покупать наборы. Наборы и по готовым наборам вышивать. Вот эти вот ошибки новичка я делала. Четвертый вопрос. Бывал ли у вас творческий кризис? Как вы с этим справились? Ну, я бы не называла это творческим кризисом, я бы назвала это паузой, потому что вместе с вышивкой я увлекаюсь скрапбукингом. Единственное, скрапбукинг требует большего пространства, скажем так, места, и поэтому им не всегда удобно заниматься. То есть, если с вышивкой можно пойти там на крыльцо, в другую комнату, на диван, на кресло, за стол, то скрапбукинг это только стол, причем так, чтобы на самом деле тебе никто не мешал, чтобы ты мог разложить все свои необходимые аксессуары, все свои необходимые принадлежности. Поэтому, как бы, вышивка, она у меня в приоритете. Но был год, я даже сейчас скажу какой-то, по-моему, 2014 год, когда у меня нет ни одной вышитой работы. И мне кажется, я тут год вообще не вышивала, но зато очень активно, прямо глубоко так занималась именно скрапбукингом. Конверты, открытки, фотоколлажи, какие-то обложки на блокноты. В общем, вот этим я занималась. Не могу назвать это творческим кризисом, просто вот такая была пауза. А как я с этим справилась? Да просто вернулась к вышивке и все. Достала в один прекрасный момент начатый набор, как сейчас помню, это был набор Лиоли с рябина и понеслось опять. Пятое. Участвуете ли вы в вышивальных играх и как к ним относитесь? Ну, давайте по порядку. Ни разу не участвовала в авантюре. Для себя не очень ее приемлю, потому что мне хочется видеть, что будет в результате. По крайней мере, картинку. Ни разу не участвовала в робине, но очень хочется... Обманываю! Я участвовала в робине! Правда, это был наш робин, Новосибирских вышивальщиц, но вот именно в таком робине, как это вот должно быть, да, то есть у тебя есть свой робин, еще у кого-то, и вот он переходит из рук в руки и к тебе потом возвращается. Такого нет, но мне очень хочется. Я хочу подговорить некоторых Новосибирских вышивальщиц, поучаствовать в моем робине. Вот, но это все как бы пока только в планах. Я участвовала в ликвидации долгостроя, я участвовала в совместных проектах, но участвовала в совместных проектах без строгих правил, скажем так. То есть, там мне нужно просто вышивать, отчитываться, вышивать, отчитываться, не считая крестиков, не имея каких-то узких сроков. Вот, поэтому для себя марафон, например, я не совсем приемлю, потому что я оцениваю свои силы, я понимаю, что я не смогу каждый день, например, вышивать тысячу. Я один день вышиваю 10 крестиков, в другой день могу тысячу это вышить. Ну, сейчас нет таких возможностей, скажем так. Вот, и то же самое совместные отшивы, совместные проекты. Я иду на те, которые мне интересны и которые я действительно могу осилить. Отношусь к ним абсолютно нормально, то есть, это очень интересно, кстати, вышивать все вместе и под какими-то, все равно под какими-то условиями, под какими-то правилами. Поэтому и лично для меня, например, участие в данных проектах подпинывает, подпинывает и заставляет действительно вышивать, вышивать и добиваться финишей. Жестой вопрос. Как вы относитесь к долгостроям? Да нормально я отношусь к долгостроям, просто не люблю их. Они неизбежны хотя бы потому, что у тех вышивальщиц, у которых не один процесс, а несколько, да, я не могу сказать, что я многопроцессочница или многостаночница, как это ходит в вышивальных кругах. Но в любом случае у меня больше одного процесса, поэтому в любом случае у меня есть долгострой. Приходит момент, когда ты устаешь. Устаешь от работы от большой и хочется на что-то переключиться. И бывает так, что ты переключаешься, 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 переключаешься и понимаешь, что тот процесс, от которого ты переключился, он становится долгостроем. Естественно, что нужно с ними бороться, потому что, ну, я сторонник, что любая начатая работа должна быть высчитана. Конечно, у меня не было такого, чтобы мне хотелось, дико хотелось выбросить работу по каким-то причинам. Поэтому нормально я отношусь к долгостроям. Они есть и будут, были и никуда от них не деться. Седьмой вопрос. Как вы относитесь к пиратству? Скачиваете ли схемы? Выкладываете схемы? Покупаете ли набор копий знаменитых производителей? Как вы относитесь к пиратству? Ну, давайте будем честны, да? Если есть возможность скачать схему, конечно, я ее скачаю. Другой вопрос. Какого она качества будет и буду ли я по ней вышивать? Это раз. Схемы я не выкладываю никуда. Никакие. Ни платные, ни бесплатные. Никакие не выкладываю. Покупаете ли набор копий знаменитых производителей? Ни разу не покупала. То есть, ни вот китайские, ни дизайн, классик дизайн. В хачушках есть там кое-какие дизайны, которые бы я купила бы вот именно копии. Потому что я считаю, что, например, цена на тот же самый Dimensions, ну, завышена. Но мне так кажется, потому что, ну, я не готова отдать 3, даже 3 тысячи за какой-то набор, который, ах, какой кажется каким. Ну, то есть, я считаю, что цены на этого производителя завышены. Я понимаю, что это бренд определенный, но, как бы, и то же самое с Мирабеллией. Но я понимаю, что материалы дорогие, да, опять же, зачем отдавать деньги за нитки ручного окрашивания, которые нельзя будет стирать? Мне это не совсем понятно. Тот же самый бисер, да. Если это один и тот же производитель, то почему бисер Тоха дешевле гораздо, чем Милхилл? Просто за коробочку? Просто за бренд? Ну, то есть, как бы, какие-то вот такие вещи, которые лично мне не совсем понятны. Ну, и поэтому какое-то у меня такое, знаете, отношение к пиратству неоднозначное. То есть, я понимаю, что это нехорошо. Ну, а с другой стороны, мы все скачиваем музыку, скачиваем фильмы, скачиваем схемы и вышиваем. Вот. Восьмой вопрос. Назовите три аксессуара для вышивки, которые вы считаете бесполезными, или три аксессуара, которые считаете очень нужными для вышивки? Так, аксессуары, которые я считаю бесполезными. Давайте начнем с аксессуаров, которые я считаю очень нужными. Ну, во-первых, понятно, что это ножницы, пяльцы. Из тех, которые, скажем так, предназначены исключительно для вышивки, да, то это, например, магниты. Это не только возможность не потерять иголку во время процесса, да, то есть каким-то образом прикрепить ее. Ну, и, например, на большом станке я магнитами креплю схему к вышивке. И вообще магниты – это прямо находка. Аксессуары, которые считаю бесполезными. Ну, знаете, что можно назвать бесполезным аксессуаром? До какого-то определенного момента я считала, что вот эти вот чехольчики на куснапы, которые называются трусики, вот, я считала для себя их бесполезными. Пока мне в руки не попались куснапы с такими чехольчиками, как раз от Робина я вышивала вот таких. И я поняла, что, блин, как классно. Ни конва, ни, ну, ткань, на которой вышиваешь, не пачкается. И я задачилась, надо себе такие срочно сшить, чтобы вот именно край конвы не пачкался. Что еще можно считать бесполезным? Кто-то считает бесполезным рулон. Кто-то считает, что можно на вешалке хранить, можно просто в пакетике, можно просто рулончик скрутить и это положить в пакет. Я себе сама сшила рулон, самый простой, обыкновенный. И считаю, что, во-первых, это эстетически доставляет удовольствие мне раскручивать его, складывать работу, закручивать. Ну, и возможности выносить не просто там пакет, да, и рулон работы, а именно вот, чтобы это было все эстетично. Вот, поэтому считать ли это бесполезным? Ну, может быть и бесполезным. Ну, и еще один из пунктов, это, например, маячки, да. Ну, вот их я тоже могу посчитать бесполезными точно, потому что иной раз они прям раздражают и мешают. А иногда прям вот неприятно и взять в руки, и посмотреть, и как-то не мешаются они. То есть вот маячки, скорее всего, здесь будут в первом пункте бесполезности, скажем так. Но, тем не менее, если они доставляют нам эстетическое удовольствие, почему бы и нет? Девятый вопрос. Интересуетесь ли вы литературой по рукоделию, журналам, книгам, какие вам нравятся и почему? Скорее всего, нет, чем да, потому что, ну, во-первых, для литературы необходимо место. Во-вторых, сейчас столько интернет-ресурсов по рукоделию, не только по вышивке, что лично для себя вижу гораздо проще что-то найти в интернете. У меня на жестком диске есть отдельная папка, которая называется HEME, то есть Handmade, где все распределено. Шитье, вышивка, скрапбукинг и все идеи, все-все-все. Я, как бы, складываю туда. И по необходимости, если что-то нужно, необходимо, я распечатываю. Ну, либо просто смотрю через ноутбук. Поэтому, как таковой литературы по рукоделию, ну, где-то там есть, да, какие-то старые журналы, какие-то старые книги по вышивкам, по лоскутному шитью. Но так вот, чтобы, как сейчас модно, скупать книги по хардангеру, по всяким якобинским вышивкам, нет, ничего такого у меня нет. И, как бы, не вижу для себя пока интересным и значимым, скажем так. Ну, и десятый вопрос. Дайте совет новичкам, которые только начали увлекаться вышивкой. Ну, во-первых, покупать наборы, а не материалы. Это, наверное, самый главный совет. Самый главный совет. И, наверное, не накапливать большую хомячью нору. Потому что со временем некоторые наборы, скажем так, могут разнравиться. И потом будет проблема, куда же их деть, кому же их продать, каким образом устроить расхомячку. Ну, вот это, наверное, два таких совета. Ну, вот, тег оказался не очень большим. Я постаралась вкратце изложить все свои мысли. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что вы повышевали под мою болтовню. Ну, а я желаю вам ровных крестиков и шустрой иголочки. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!